Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Не имеет армии в Нагорном Карабахе. Так какого хрена вы, сволочи, вышли к посольству России в Армении? Вот ваш предатель! Он сказал, что нет никакого Карабаха, есть внутреннее дело Азербайджана. Ни одного солдата не вывели. Из казармы не отправили защищать армян. А мы отправили, ставили наши миротворцы, а вы им в спину плевали. Наша база защищает 29,8 тысяч квадратных километров. Как только ее не будет, от Армении останется 10 тысяч, которые были во времена Ленина и которые он выторговал. Сожрет все Турцию и не заметит. А мы должны будем принять не только сейчас 150 тысяч арцахцев, лишенных Родины, преданных, оплеванных современным армянским государством в лице Пашиняна, который из-за своей ненависти к карабахскому клану, правившему до него, предал тысячелетнюю историю. А мы виноваты. Мы виноваты. Ну понятно. Конечно, всегда во всем виновата Россия. Россия должна была пойти и воевать за них. Умирать за них. Как погибли наши вертолетчики три года назад. Как сейчас погибли пять наших ребят. В тот момент, когда плевали в наше посольство. И я, кстати, не услышал голосов серьезных влиятельных людей, которые что-то бы сказали о происходящем. И не услышал. И для нас, до речі, друзья, эта история очень повчальна и, конечно, показовая. Бо коли мы будем повертать собі Донбас, Славьов скажет, а до чего тут Россия? Когда веженомо их с Кремом крайними сделают місцевых гауляйтеров. Та сам, конечно, народ. Друзья, Россия ниде, не назавжди. Навіть у России. При цьому ця правда припікает самій пропаганди. Давайте говорите правду. СВО про йо. Армія Російської Федерації – про йо. Військовий потенціал – про йо. Так, ми ще багато часу можемо їх добивати на українських фронтах. Але взяти нас вони не можуть і не зможуть більше ніколи. Це навіть на НТВ вже неможливо крити. Але московський котел, який все ще тримає кругову оборону від правди, здається, скоро вже стрілятиметься буквально у студії, коли почує, буде якусь крихту правди. А хто этим оружием тогда буде управлять? Вот сегодня там сказали, що американці абрамси. Я вам гарантирую, що через, запомніть цей момент, через три місяці, через шість місяців ми будемо обсуждать точно також, як мобілізацій потенціал України. І через 8 місяців, через 10 місяців. А вони там що, ніоткуд? Просто тому, що України, даже со всіми мігрантами, які відправилися в Європу і в інші країни, мобілізацій потенціал у нього більшій, більшій. Ви когда-нибудь слышали? Приведіть пример войны, в якій одна із сторон прекратила сопротивление із-за потери мобілізаційного потенціала. Іх вообще нет. Таких примерів не существует. Существує тут, по-моему, Уругвай, но це действительно единственный пример, якщо я правильно розуміюю. Уругвай в какому веке? Ну, це було достаточно давно. Більше 150 років тому назад. Значить, воєнні війниці... Війна по цій причині не заканчивається. Війна заканчивається пораженням одной із участвуючих сторон. Правильно, пораження не буде достигнути на Україні і уничтоженням мобілізаційного потенціала. На Україні дуже багато людей. Це більша країна, с большим населением. Вот вам Иван сегодня приводил пример 10 минут назад. Германия, 44-й год. Возьмите, не знаю, посмотрите там документальные фильмы. Не обязательно документальные, можно там наши какие-то игровые посмотреть. Освобождение Озеровское. Напротив, мы видим, что даже в мае 45-го года, когда советские войска, Красная Альмия, уже стояло в Берлине, там люди сражались до последнего. Особенно французы. Фольксштурм, Гитлер, Югин, да, они все сражались. Во-первых, боеспособность была. Почему, да, это что? Это не истощение мобилизационного ресурса? И скажите мне, пожалуйста, а что с этими ненавидящими врага немцами, пожилыми и маленькими, стало числа 13 мая? Они продолжали свое ожесточенное сопротивление? Или быстро они стали мирными гражданами? На этот момент там было 60 миллионов человек. Мы не забудем, что только миллионов красноармейцев погибло. И что? К тому моменту, когда мы взяли Берлин и Вену. И что? Вы хотите сказать, что мы о наших солдатах не думаем, Казаховы? Мы не работаем по принципу, кого там, кому это приписывают, Жукову. Бабы нарожают, закидаем трупаками. Виктор Жизеевич, вы вообще слышите, что вы говорите? Если вообще это произойдет, это очень-очень далеко. Вы слышите, что вы говорите? То, что вы сейчас делаете, это называется просто вот самая откровенная и непорядочная, извините, демагогия. Важно выдвигать претензии к России. В свою очередь спросили пользователей телеграм-канала «Утро февраля», что они думают о механизмах разоружения Российской Федерации. Давайте глянем на результаты этого опроса. Если у нас есть так, поддержите ли вы ядерное разоружение России после окончания войны? 35% – да, это единственная гарантия сохранения мира в будущем. 2% – нет, это фактор сдерживания. 51% – весь мир должен разоружиться. 6% – я за, но не понимаю, как это осуществить. 6% – Россия никогда на это не пойдет. Павел Михайлович, еще одна важная вещь, которую сказал, и тему, которую упомянул Зеленский. Разумеется, он прокомментировал вот эту вот стычку сейчас с некоторыми странами ЕС по поводу украинского зерна. Заявил, что они устроили политический театр и помогают подготовить сцену для московского актера. Очень важное такое заявление. Ну и разумеется, тут речь идет, наверное, вот в том числе и в контексте заявления Анджея Дуды недавнего, где он вот говорит, сравнивает Украину с утопленником. Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину. Вообще, насколько вы считаете опасной эта ситуация между Россией и Польшей? Можно ли ее объяснить оптимистично над двигающимися выборами? Или же это куда более серьезно, учитывая, что Польша, как никто, поддерживает все это время Украину? Невыборно. Надо терпеливо объяснять, что происходит вообще. Потому что, к сожалению, очень многие в панике реально у нас, валят все в кучу, все проблемы в одну большую. Мне прям пишут письма про это, что все, кошмар, мы послали с Польшей. Нет. Давайте так. Давайте для начала разберем тезисы Дуды, который, я думаю, что это не совсем правильный перевод с польского языка. Не утопленник, я думаю, а утопающий. Понимаете разницу? Утопленник и утопающий. Утопленник – это тот, кто уже утонул. И, соответственно, одно дело сравнить с таким, знаете, вспухшим, синюшным, утонувшим трупом Украины. Другое дело – утопающий. Утопающий называется, помните, спасение утопающих. Это человек, который сейчас тонет, и его надо спасать. Он жив, все нормально, он дышит. Его надо спасти, потому что тут он плыть не может. Я надеюсь, что Дуда сравнил с утопающим, а не с утопленником, как у нас все перевели. Дальше возьмем действительно ситуацию утопающих. Я помню, меня с детства, правда, учили прям совсем, что когда спасаешь утопающего, надо вот так его держать и так, чтобы он тебя действительно не утянул. Специально заломить за волосы, за шею и так далее. Более такой наглядный вариант даже есть – это самолеты, полеты на самолетах, где постоянно людям сообщают, что в случае, если выпадут кислородные маски, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. То есть сначала спасите себя, а потом ребенка. Потому что если вы погибнете, ребенок тоже погибнет. И не надо себя спасти, чтобы вы потом ребенка могли спасти. Об этом Дуда говорит. Фактически, он говорит, что мы, вот Польша, мы должны себя обеспечивать, свою страну и так далее. Должны. Мы должны помогать Украине. Должны. Со дня нападения России мы помогаем финансово, военным способом и гуманитарным, когда принимаем беженцев. Чтобы помогать дальше, мы должны быть здоровой страной, здоровой экономикой. У нас все должно быть хорошо, иначе мы не сможем помогать. Поэтому мы должны спасти себя и тогда спасать Украину. И вот возьмем именно кризис зерновой, продовольствия. В чем проблема-то? В том, что до начала войны мы не могли продавать зерно в Польше. Это же не то, что сейчас нам вдруг раньше разрешали, а сейчас запретили. Нет. Мы могли продавать в ЕС только по квотам, которые нам ЕС предоставляла по договору об ассоциации и так далее. Эти квоты по курице исчерпывались у нас за один день. 1 января исчерпывались годовые квоты. За один день годовые квоты. Я не знаю, просто позерну, за сколько они исчерпывались, но тоже, наверное, очень быстро. И когда началась война, то нам Евросоюз разрешил в порядке некой льготы продавать нашу продукцию, потому что некуда было девать. Но это не может продолжаться долго, потому что, а как действительно фермерам быть польским? У них есть план, там все, в смысле, у них есть ипотека, кредиты на все эти свои оборудования. И они знали, что каждый месяц они вот столько отвозят сюда. Сейчас им некуда отвозить, в Бельгию, условно говоря. А теперь мы привозим в Бельгию. Они так тоже жить не могут в таких условиях. Поэтому у них погибнет часть фермерства, экономики, им это все не надо. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.